Здравствуйте, уважаемые любители архивного футбола! В роли машины времени у нас как раз выступает пленка, и вот я, ваш комментатор Дмитрий Савин, а также вы можете ощутить себя в роли Марти Макфла из фильма «Назад в будущее» и отправиться сейчас в 1989 год. 22 ноября в городе Перуджа состоялся матч 1-8 финала розыгрыша Кубка UEFA между командами Фиорентина из Флоренции и Динамо Киев. Итак, гости, футболисты киевского Динамо, вратарь Виктор Чанов, номер один у него на футболке, второй Владимир Бессонов, третий Андрей Баль, четвертый Олег Кузнецов, пятый Сергей Шматоваленко, шестой Олег Лужный, седьмой Алексей Михайличенко, капитан команды, восьмой Геннадий Литовченко, девятый Олег Соленко, десятый Иван Еремчук и одиннадцатый Сергей Заяц. Валерий Васильевич Лобановский, главный тренер. Альберто Дикьяро заработал угловой. И вот Вольпечино после розыгрыша пробил по воротам. Виктор Чанов из нижнего угла мяч забрал. Джузеппе Вольпечино, ему 28 лет было на момент матча. Вот смотрите, как ушел вправо от Олега Лужного. И затем, вот видите, не дал возможности выйти на удар, то есть блокировать его. Чанов много. 15 мячей в сезоне 88-89, 17 мячей в сезоне 89-90. И, конечно же, самое серьезное внимание было уделено Роберту Баджу. Оскар Дертици, аргентинец, пробил поворотом. Вот смотрите, девятый номер. Обыгрывается в стеночку. И из борьбы уже Дертици носил удар. Дунге человек, в большей степени запомнившийся нам неуступчивостью в единоборствах, отбором мяча. Вот такие качества, которые в 80-е вроде бы как еще не очень высвечивались. И пытается как-то за счет мелкого такого перепаса внедриться к штрафной. Не хочу сказать, что это фирменная игра Фиорентин, потому что для таких глубокомысленных выводов нужно смотреть не один матч команды того периода. Но все-таки, все-таки, за счет этого мелкого паса, как мы видим, удавалось проникать штрафную. Очень забавно написан у нас титр. Ну, Динамо-то понятно. А вот Фиорентино можно, конечно, было бы по-другому обозначить. Постоянно боролась за выживание в течение трех сезонов. Саленко с мячом. И вот, смотрите, первый удар в исполнении киевского Динамо. Такой более-менее опасный в матче. Так, технично прицелился, пробил поворотом. Вот нам на повторе это демонстрируют. С левой ноги. И довольно неудобная восстановка. Иска Динамо переходит на чужую плену поля. И вот удар, просто потому что не имелось другого продолжения в исполнении Сергея Зайца. На самом деле, Зайц... Вот любишь кубик. Бьет поворотом. И сразу, обратите внимание, опять двое игроков киевского Динамо бросается по-хоккейному на мяч. Блокирует, пытаясь блокировать удар. И теперь, видите, вынужден отрабатывать. Бежать за Иваном Еремчуком. И, кстати, нарушает же поле. А тут еще корпус ставит челюсти пин. В общем, нарушение правил. А вот здесь, вот смотрите, Иван Еремчук. Ну, вот видите как, ответил Баджу за агрессию. И сразу красная карточка. Ах, вот она ведь, вот она работа западно-германского арбитра. Вообще, нарушение правил тянуло максимум на желтого. Но нам показывают, в общем-то, концовку эпизода. Да, грубо подкатился Еремчук под Баджу. Ударил его по голеностопу. Но, повторюсь, здесь надо эпизод рассматривать в комплексе. Дунга навешивает. И вот опасный момент. Очень опасный момент. Это Оскар Дертици, здорово играющий на втором этаже. Выступая в Испании за Тенерифе. Кстати, вот он довольно много голов забивал после вот подобных передач. Из глубины поля или с флангов. Очень хорошо открывался и бил поворотом. Очень спокойно Олег Кузнецов головой выбивает мяч. А тут подбор. И подбор как раз оказывается весьма-весьма опасным. Поворотом бил Карл Сдунга. Вот он, видите. Ну что, похож. Плотный удар. И Виктор Чанов блистательно так вот рыбкой. Я же сказал, у Чанова были проблемы в первом тайме. Говорил об этом, что проблемы с игрой на выходах. И вот, пожалуйста, еще один эпизод. Классный эпизод. Голевой момент. И Карентин упускает реальный шанс открыть счет в матче. Сейчас мы увидим на пафной киевского Динамо. Подача. И вот здесь вот была после розыгрыша углового. И здесь борьбу не дает опомниться Виктору Чанову. Еще один момент. В две минуты два момента. Создала Фиорентина. И действительно киевская Динамо приходится непросто. В эти минуты. Михаличенко пошел, мне кажется, в схема киевского Динамо. Немного даже дальше, чем Леонид Буряк в свое время. Но пока мы смотрим за ударом Батистине. Защитника. Сержио Батистине. И угловой очередной зарабатывает Фиорентино. Так и Виктор Васильевич Тихонов в свое время, по-моему, говорил. Ой-ой-ой, видите, какой эпизод был? Дертится я! Сумасшедший момент. Как будто во дворовом футболе. Эпизод. Правда? Сумасшедший момент. И хотелось бы повтор его увидеть. Ну и контратаку киевского Динамо. Давайте сначала об этом. Литовченко. Соленко. Ну можно забивать, Соленко. Положение вне игры. Шикарный гол-то забил, кстати, между прочим, Геннадий Литовченко. А вот здесь, смотрите, давайте разберем эпизод уже спустя 20 лет. Очень любопытный он. Вот не сразу-то поняли, да, что положение вне игры. Ну, во-первых, сначала давайте за этой кучей малой. Дертится как изящно, элегантно бил. И здесь Бессонов. Другие его партнеры просто ложились ко смишем. Не дать мячу залететь в ворота. Если вы видели, да, Шусаленко выудил, вынудил выйти на себя вратаря Ландуччи. А затем сделал передачу Литовченко. Да, стоял игрок Фиорентины на линии. Уже стоял, уже, в общем-то, пытался исправить ситуацию. Ну и вот как раз-таки между защитником и вратарем находился Литовченко. Находись он чуть-чуть ближе, хотя бы на одной линии с голкипером, положения вне игры бы не было. В эти секунды. И смотрим с ударом Геннадия Литовченко. Ну, стеночка так раздвигается. И, как бы, говорят своему голкиперу Марко Ландуччи, что, мол, пока не взрывается ничего Дикьяра. И вот он, ключевой момент матча после удаления Еремчука. Дикьяра зарабатывает 11-метровый после контакта с Владимиром Бессоновым. И так ли это? Давайте смотреть. Дикьяра разворачивается. Сопровождает его Литовченко, но не атакует. И подскальзывается Бессонов. Ну и, согласитесь, все-таки задевает Дикьяра. Неаккуратно сыграл Бессонов. Я во многом полагаю, что будь поле сухим, Бессонов бы чисто отобрал мяч. Но, понимаете, поле для всех одинаково. Опять-таки, эмоции в сторону. Баджо у мяча. Он готовится выполнять 11-метровый. 78-я минута. Внимание. Удар поворотом. Гол. Без шансов для Виктора Чанова. 1-0. Фиорентино выходит вперед. Это что? Они очень активно болеют. Но, опять-таки, обратите внимание, гол забивается. Никаких фаеров. Ничего. Огней там. Каких-то там. Других вещей, которые сейчас сплошь и рядом на стадионах мира. Можем увидеть. Роберто Баджо. Ну, а я, наверное, с вами попрощаюсь пока. С вами был Дмитрий Савин. Не падайте духом. Вспоминайте многое из своей прошлой жизни. И старайтесь делать правильные выводы. Старайтесь не допускать ошибок. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...